Город Ждяр над Сазавой Оба этих объекта находятся не в самом центре города, а на окраине, на Зеленой горе. Костел святого Яна Непомудского построил пражский архитектор итальянского происхождения Ян Сантини. Его произведения были своеобразными, и другие архитекторы считали Сантини не от мира сего. Возможно, именно поэтому его часто приглашали на работу монашеские ордены. В работе над костелом Сантини часто использовал цифру 5, как символ пяти звезд Яна Непомудского. Пять сегментов базилики, пять часовен одного вида, пять другого, по пять арок. Также имели значение цифры 3, как символ Пресвятой Троицы, например, треугольные часовни, и шестерка в шестиконечных звездах, как символ Девы Марии, почитателем которой являлся Ян Непомудский. Изначально костел предназначался для паломников. А на склоне горы находится монастырь. Цистерианский монастырь благословленной Девы Марии был основан в XIII веке. Когда в начале XVIII столетия его нужно было реконструировать, позвали и архитектора Сантини. Тогда его превратили в грандиозный комплекс с новыми костелами, прелатурой, часовнями, конюшнями, учебными корпусами, рукотворными прудами и французским садом. В 1784 году в монастыре произошел пожар, и его аббат сам попросил императора Иосифа II о распуске монастыря. Здание прелатуры после восстановления стало замком. После окончания Второй мировой войны монастырь перешел во владение государства, а в 1991 году комплекс вернули бывшим владельцам, роду Кинских. Подписывайтесь на наш канал «Подорожники» и лайкайте видео. «Подорожники» и лайкайте видео.